Отставка правительства будет обязательна. Не важно, кто с кем договорится и произойдет эта отставка. Важно другое. Важно, что если это не произойдет, то народ придет и выгонит всех от власти. Но это будет очень жестокое сопротивление, потому что я думаю, что Альянс будет использовать все правоохранительные структуры для того, чтобы подавить народный гнев. Это может закончиться кровью. Я советую всем политикам, кто сегодня находится у власти, добровольно оставить свои посты и дать возможность молдавскому народу сделать другой выбор, исправить свою ошибку. То есть сделать выбор в пользу других, которые им дают какую-то надежду на будущее. Вы поймите, что у политиков, которые у власти находятся, дни проходят очень легко, потому что их окружает охрана, у них государственные машины, у них государственные кабинеты, у них ежедневная возможность получать взятки, распределять в угоду себя какие-то деньги. А на той стороне пропасти находится весь молдавский народ, который каждый день встает утром и думает, как прожить до вечера. И вот так каждый день повторяется. Недовольство людей слишком высокое. Мы не должны допустить грузинских событий, киргизских событий. Мы не должны этого допустить. Мы все-таки образованная нация, миролюбивая нация. Несмотря на то, что у нас был военный конфликт, он был конфликт на переломе эпох и строя, социального строя. Но мы не должны допустить межгражданского конфликта. Потому что я уверен, что Альянс Европейской интеграции обязательно поднимет и войска, и полицию против собственного народа. Это недопустимо. Это абсолютно неправильно. Сегодня мир слишком мал, потому что информационные технологии, отношения между государствами позволяют найти любого преступника, особенно преступника против собственного народа, куда бы он ни скрылся, как бы он ни изменил свою внешность или паспортные данные. Поэтому я считаю, что все должны очень ответственно понимать о том, что лучше уйти красиво из политики. Кто занимался воровством, неизбежно понесет наказание, но не нужно удерживать власть в своих руках, потому что народ этого уже не хочет.